Лениса зовут Юля. Ну как, наверное, не накрашена, может поэтому она не хочет показывать свою резьбу. Ага, Юля, руки у тебя красивые, поэтому мы показываем с помощью твоих рук. Итак, сейчас вот она вытряхивает, оставайся там все вытряхнуть. Вот, и мы посмотрим, что у нас получилось. Я вот сейчас обращу ваше внимание на некоторые детали. Это все очень-очень важно знать всем нам. Итак, что нарисовано на банке? Покажи, пожалуйста. На банке нарисованы ассорти. Нет, нет, а, ну, можно так. Ассорти номер два. Это манжурские абрикосы со всего сада. Юля не даст собрать. Когда мы заканчивали сборку, мы собрали все. Много собрали, а потом еще много оставалось. А многие деревья растут настолько близко друг к другу, что попробуй отличика их. Ну и часть собирали по принципу в одни ведро. Вот. Ну, получилось таких ведер много, десятки. Назвали мы это ассорти. А здесь я специально обращаю ваше внимание, вот идет фасовка, да. Во-первых, что вот этот песок суши, вот он, пальцы мои сухие, да. А тут песок обычный. Вот этот песок был вот таким. Покажи. Вот, а теперь сожми. Вот так, да. Вот. То есть этот песок сейчас имеет влажность разу-два больше. Как получилось? Влага ушла, косточки. Косточки начали набухать. Но, перемешай, пока же ни одна не проснулась. Это работа моего холодильника. Вот. Это все было достаточно сегодня. Если бы раньше, они бы уже все полопались. Юля немножко на тарелке оставим, прямо на окошко поставим. Прямо в тарелке. Посмотрим, как они начнут лопаться. А пока что получается? Ни одной не прокнулась. Это профессиональная работа железового холодильника. Температура около нуля. Вот. А почему тогда мне пишут, что много проснулось? Правильно. Потому что они попадают в тепло, они попадают на почту, идут в среднем 10 дней. И дальше головная боль. Задержалась зима. Многих еще земля замерзшая. В мешочках оставлять до высадки нельзя. Набухает и начинает лопаться. И первые же проснувшиеся корешки съедают всю влагу. Поэтому перефасовка обязательно. А это мы пока готовим вам последнее. Но еще раз говорю, качество гарантировано. Часть проснется. А вот эти вот, уже когда вы получите, вы увидите, что часть из них, половина примерно, уже раскрылись и выпустили корешки. Здесь с десятка, с полутора десятка манджурцев все собиралось подряд. Поэтому какие-то взойдут, какие-то еще спят. Но мы это уже проходили. Жердели должны были проснуться. Но по некоторым данным, просыпается манджурцев, жердели спят. Итак, в банках те самые жердели, ассортии, патриархи. Все понятно, да? Я беру вот сюда, смотрите. Они все спят. Вот. Я что хочу делать? Оставить их в тепле, прямо на подоконнике. Взойти они все не могут. Им не хватает, песок еще сухой, им не хватает влаги. Потом я немножечко сбрызну. И будем ждать схожести. Процессы увидели. Сегодня ударилась жара. 25 градусов. Это немыслимо. Три дня назад снимал, ходил по снегу возле кладбища. Два дня назад. Вот что мы имеем. Этот процесс, который мы называем зодификацией, закончился. Здесь одна, может быть, две или три жердели. Вообще, они должны были давно проснуться. Но я уже как-то рассказывал, что у них есть папы. Папы, так как это единственное дерево с рекордным выражением 2016 года. 2016 год, они должны были проснуться, потому что это юг Украины. Остальное мы про нее потом поговорим. Открываю секрет. Вот это скоро закончится все. Это априкосы. Какие там? Амурсенцевы номер раз. Амурсенцевы номер два. Амурсенцевы номер три. Вот, ожердели. Остались.